Шел 17-й год. Уже несколько лет водители такси сотрудничали с агрегаторами и начали что-то подозревать. Для работы в такси я выбираю проверенный парк, где нет скрытых комиссий, а по окончании работы мне точно вернут мой депозит. В наличии новые Шкода Рапид, Вольфсваген Поло, Шкода Октавия, Киа Оптима К5. Звоните, бронируйте, автомобиль прямо сейчас, телефон на экране. Мы с Люберецким тогда, два энтузиаста, начали снимать такие шаржи и юмористические роли, выкладывать их в сеть, где в шутливой манере мы троллили и смеялись над положением дел в такси. Ты будешь лохов каких-нибудь, а не меня, ты меня понял? Я тебе ничего, вот я тебе заплатил 50 рублей, эта поездка столько и стоит, остальное меня не колышет. Там писать куда-то, звонить куда-то, я на тебя жаловаться не буду, у меня другие методы, ты меня понял? Я тебя спрашиваю, ты понял меня? Выкладывая ролики, как агрегаторы обманывают таксистов, как недоплачивают таксистам и показывая самые-самые разные проблемы. И вот этот 17-й год, он и стал той самой отправной точкой, когда водители такси, терпение которых было переполнено, и многие тогда понимали, что ситуация становится все хуже, и что сфера такси, да и жизнь, заработок обычного рядового таксиста, он уменьшается и уже лучше, вероятно, не будет. И вот эта волна возмущения, она прокатилась тогда по городам, в частности, главным флагманом стала Москва. 18-й, 19-й год, в связи с усилением рейдов по такси, в связи с тем, что гайки, агрегаторы закручивались, здесь же возникли стихийные акции, бойкоты, забастовки, голодовки. Помните, все вы облетели кадры Романа Котареничев, который объявил голодовку и несколько дней провел в автомобиле такси. Этих агрегаторов я вынужден рисковать пассажирам. И вновь продолжается бой. Таксисты в Москве выражают новый протест правилам агрегаторов. Роман приехал на Никитский бульвар совершенно не запланированно, даже не захватив теплую одежду, поэтому и интервью дает, сидя в машине. Два дня назад попросту сдали нервы, и он решился на отчаянный шаг. Объявил голодовку. Мы перебеги делаем на этих автомобилях, у нас выходит по 500 километров в день. Находясь за рулем свыше 14 часов, 12 часов, кто есть, который по 18 часов работает, так и круглосуточно сидит и работает. Проблема таксистов в том, что в системе агрегатор-пассажир-водитель они на самом последнем месте во всех смыслах, не будучи защищены ни финансово, ни социально. Цена перевозок каждый год снижается, а агрегатор в это же самое время увеличивает процент, который берет с каждой поездки. Отсюда и работа сутками направляет. И тогда какую поддержку десятки, даже сотни водителей такси, они поехали на бульвар, туда были вызваны наряды полиции, наряды МАДИ, другие силовые ведомства. И акция была остановлена, но какими усилиями? Тогда об этом говорили с каждого утюга. И каждый федеральный, в том числе, канал рассказывал об этой забастовке. Агрегаторы испугались. Испугались агрегаторы, испугались монополисты, испугались крупные игроки этого рынка. И были готовы пойти на беспрецедентные меры по отношению к водителям такси. Тогда же появилось, наверное, впервые более осознанное понятие рейды по такси. Мы стали знать, кто такие инспекторы МАДИ, кто такие инспекторы Ространснадзора, которые на рейдах зачастую тогда вели себя самым разным образом, мягко говоря. И формат наших видео где-то с юмористически развлекательных шаржей, постановок, которые мы тогда делали, они набирали, к слову, большое количество просмотров. И тот формат был явно интересен. Но понимая, что происходит в такси, понимая, что нужно освещать эти проблемы, тогда Дима Люберец стал выезжать на рейды по такси. И вот на этих рейдах зачастую, как правило, те сотрудники, которые планировали эвакуировать автомобили, забирать их, они их отдавали. Забери документы сейчас и все. Ничего не подписывай. Просто забери документы и все. Пускай они там проводят расследование свое. Не буду подписываться. Где гаечники? Подожди, не кричи. Ты просто не подписывай и все. Я вас еще раз говорю. Вы отказываетесь от этого. Нет, я не буду отказываться. Где гаечники? Тебе сейчас вернут документы. Ты имеешь право отказаться, расписываться в этом протоколе, что тебе сейчас пытаются подсунуть. Все, скажи, что я... Там либо ты будешь его подписывать, либо не будешь. Я тебе... Все, ты не будешь его подписывать. Я отказываюсь. Да. Здесь гаечник. Гаечник должен забирать у меня машину. Кроме гаечника никто не умеет меня забрать. Пускай проводят у себя административное расследование, якобы там за нарушение правил прохождения медика-механика, выносят этому ИП или юрлицу постановление. И пускай что хотят, то и делают. Мы как бы не против, ребят, чтобы вы чистили рынок-то, да? Но беспределить не надо. Все должно быть по закону. Все нормально? Ну все, всем удачи. Они их отдавали, водитель присаживался в автомобиль и уезжал. Тогда же вводились понятия символика такси, путевой лист. И тогда же произошел тоже беспрецедентный случай, когда водитель такси съехал с эвакуатора, куда его автомобиль загрузили. И он просто присел в свой автомобиль, съехал с этого эвакуатора и уехал. Дождите сотрудника полиции. Дождите сотрудника полиции. Это, конечно, вызвало шумиху, резонанс и привлекло внимание, в том числе и к всей службе МАДИ, к структуре МАДИ, к тому, как она работает, к департаменту транспорта города Москвы. Федеральные каналы осветили и резонанс, конечно, всему этому придало колоссальный. В тот момент, когда Дима занимался рейдами, я упорно с YouTube-каналом «Столица мира» рассказывал тогда всем, кричал и говорил, регионы, вот все это придет к вам. И, пожалуйста, поддержите, давайте как-то создадим какую-то, вот тогда мои слова, давайте создадим рабочую группу, давайте будем обращаться в контролирующие государственные органы, к президенту. Вот с целью привлечения внимания вот к сфере такси и к тому, что происходит. Но регионы тогда, по большей части, посмеялись над Москвой, сказали, у вас там в Москве то, что происходит, нас никогда не коснется. Что мы видим сегодня? Ближайшие к столичному региону города Тула, Тверь, Питер, вторая столица, а может быть первая столица, как правильно, я даже не знаю. Там рейды, там уже, соответственно, пристальное внимание к такси и вплоть до дальних городов Воронеж и в Воронеже уже сегодня контроль над такси обещают усилить. Давайте посмотрим очень свежий репортаж, внимательно послушаем инспектора и продолжим. Александр Анатольевич, здравствуйте. Наш сегодняшний разговор по такси хотелось бы начать с определения, что такое такси, какие документы должны быть у водителя, что за автомобиль должен быть. Все в таком духе. Имеется следующее определение легкового такси. Это легковой автомобиль, осуществляющий деятельность по перевозке пассажиров и их багажа. Для того, чтобы автомобиль относился к легковым такси, необходимо выполнение ряда критерий. Один из основных – это наличие разрешения на право перевозки пассажиров и их багажа. Данное разрешение выдается уполномоченным органам исполнительной власти на отдельное транспортное средство. Выдается индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Необходимо для этого написать заявление и, соответственно, если все условия выполнены, получить разрешение. В разрешении указывается наименование органа исполнительной власти, который выдал данное разрешение, наименование юридического лица и его адрес, если это юридическое лицо, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его адрес, если это ИП. Также марка, модель, государственный регистрационный знак легкового такси, номер разрешения, дата выдачи и срок действия. Есть определенные требования также и к водителям легкового такси. Основное из них – это наличие водительского удостоверения в соответствующей категории. И также стаж более трех лет. Правильно ли я понимаю, что не каждый может получить это разрешение? То есть должны быть какие-то определенные требования к водителям? Разрешение получает индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо. А водитель, который управляет автомобилем, легковым, такси, он должен иметь определенные, выполнять требования. Это наличие категории соответствующей и стаж более трех лет. Правильно ли я понимаю, что брендированные автомобили, которые в большинстве своем съездят по тому же Воронежу, никакого отношения к такси не имеют? Все верно. Скорее всего, здесь мы говорим о нелегальных такси, которых достаточно на территории города Воронежа. И работа ежедневно, планомерно ведется в этом направлении. Так, за 10 месяцев текущего года составлено 34 административных материала и передано в суд по нелегальным такси. Могу ли я, как пассажир, требовать лицензию, разрешение на осуществление водительской деятельности у водителя? Конечно. Водитель, управляя легковым такси, имеет в транспортном средстве разрешение. И он его предоставляет по требованию либо пассажиру, либо сотруднику госавтоинспекции. То есть пассажир, он должен и обязан требовать данное разрешение. Вообще, вот на сегодняшний день, как много у нас официальных фирм такси, которые действительно имеют лицензию, которые на полных основаниях могут заниматься извозом? Таксомоторных предприятий на территории города Воронежа крайне мало. Их можно пересчитать по пальцам. Потому что таксомоторное предприятие имеет своего механика, свой кабинет предрейсового медицинского осмотра. Сейчас давайте перейдем к санкциям. То есть есть определенные санкции для тех водителей, которые не имеют этой лицензии. Если по нелегальным такси, санкции чаще всего попадают под часть 7 статьи 12.5. Это нанесение цветографической схемы легкового такси на боковую поверхность транспортного средства. Санкция здесь предусмотрена в виде штрафа в размере 5000 рублей. Таких правонарушений за 10 месяцев батальона выявлено 30. Также два правонарушения выявлено по части 4 прямовой статьи 12.5. Это установка на крышу автомобиля опознавательного фонаря такси оранжевого цвета. Санкция там также 5000 рублей. С начала этого года много подобных штрафов выписано инспекторами? По нелегальным такси всего 34 штрафа. Из которых 30 по части 7 статьи 12.5. Два материала составлено по части 4 прямовой статьи 12.5. Это за фонарь. Но при этом, насколько я понимаю, инспектор не может оштрафовать водителя, у которого в салоне уже сидит пассажир. Это правильно? Все верно. Инспектор не выносит штраф, не составляет протокол, а пишет рапорт в случае, если осуществляется перевозка пассажира нелегковым такси. Санкция здесь предусмотрена статьей 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях. Это предпринимательская деятельность в сфере транспорта без лицензии. И штрафы там более серьезные. На гражданских лиц и должностных лиц штраф в размере 50 тысяч рублей. На индивидуальных предпринимателей штраф в размере 100 тысяч рублей. И юридические лица штраф 500 тысяч рублей. В случае повторности, вплоть до конфискации транспортного средства. Если опираться на статистику прошлого года, то были случаи, когда таксистов, в том числе и нелегальных, конечно, ловили за вождение в недрезвом виде. Наркотическое опьянение. Вот такие наказания. Они сохранились по сей день? Или что-то поменялось? За 10 месяцев текущего года нетрезвых среди таксистов выявлено не было. Стабилизировалась ситуация, потому что планомерная ежедневная работа по автомобилям легковым такси ведется. Я считаю, что здесь ситуация улучшилась. А какие вообще самые частые нарушения у водителей такси встречаются? Всего за 10 месяцев составлено 151 административный материал на легковые такси. Чаще всего идут нарушения по части 4 статьи 12.16 кодекса. За остановку в зоне действия дорожного знака 3.27 остановка запрещена. Потому что водитель такси, ожидая своего клиента, пассажира, зачастую останавливается там, где этого делать нельзя. И большинство штрафов идет именно за остановку, стоянку там, где не положено. Также у нас имеются нарушения, это стоп-линия, нарушение правил перевозки детей. Потому что граждане не всегда сообщают, что у них имеются дети до 7 лет. А дети до 7 лет у нас перевозятся на заднем сидении с детских удерживающих устройств. Ну а на переднем до 12 лет. То есть водитель обязан постоянно с собой возить детское кресло? Большинство легковых такси имеет у себя детские удерживающие устройства. Просто при заказе необходимо это оговаривать. Давайте тогда сейчас перейдем к профилактическим мероприятиям, которые проводятся сегодня. Что это за мероприятия, какие у них цели? На сегодняшний день проходит профилактическое мероприятие легковое такси. Это выявление нелегальных такси, нарушение правил дорожного движения водителями такси. Но у нас, хочу также повторить, что планомерно, ежедневно, также мы работаем в данной сфере по легковым такси. За счет этого административных правонарушений теперь допускают реже и выявляемые, соответственно, меньше. Более добросовестные стали у нас водители легковых такси. Вы знаете, сейчас кто-то задастся вопросом, Денис, а для чего ты все это вспоминаешь и для чего ты это нам рассказываешь? Вспоминаю и рассказываю я это в первую очередь для того, чтобы вы вспомнили те события и вспомнили то, о чем тогда я говорил. А говорил я тогда в первую очередь о том, что это коснется всех регионов. И практически все вещи, которые я озвучиваю, они происходят ровно так, как я их озвучиваю. На моей памяти за время существования каналов тех же самых на YouTube я не ошибался ни разу. Пытаясь где-то предостеречь, где-то предупредить, где-то попытаться организовать правильную работу в том или ином направлении. То, что меня, наверное, не всегда слышат, это, к сожалению, не есть хорошо. И вот что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем рейды, контроль над такси. Точка невозврата, которая была тогда, вот 19-й год, 18-й год, она пройдена. Вот этой точке невозврата вернуться туда-назад уже будет нельзя. И вот сегодня я вот прям вангую вам, говорю, нет такого, что, допустим, таксисты там сейчас стоят в какой-то конфронтации с проверяющими, контролирующими органами. Мы придем к государственному регулированию, полному государственному регулированию этой сферы. И я тогда об этом говорил, и мы к этому идем. И это нужно принять. Нужно принять и понять, что все станут легальными. Вот вопрос времени. Вопрос в другом здесь. В первую очередь точка невозврата в отношениях водителя такси и агрегатора. Вот она уже пройдена. Агрегаторы уже не боятся ни забастовок, ни каких-то протестных акций. Этим уже ни у кого не удивите. Посмотрите, вот протесты, которые были этой осенью, какие-то там маленькие послабления, но в основном везде агрегаторы, ну, в частности, монополист, там, самый главный агрегатор, он использовал просто кнут. Он заблокировал несогласных, раздал какие-то маленькие там кому-то плюшки, кого-то заблокировал, и все, и работа не остановилась. И вот сегодня уже, вероятно, даже в маленьких городах, если раньше такое можно было себе хотя бы представить, в маленьких городах бороться с монополизацией компаний, крупных компаний, в руках которых все сосредоточено, уже не получится. Они уже научились противодействовать и бойкотам, и забастовкам, и всему. Есть отлаженные алгоритмы, и вангую, друзья, мой прогноз. Вот сегодня конец 21-го года, прямо окончание года, да, у нас уже месяц остался. Вангую. Посмотрите это видео, 22-й год. Может быть, в начале, там, 23-го года. Год-полтора. Крупные вот агрегаторы уже под ними все сегодня. И они контролируют рынок полностью в связке с государственными структурами. И по большей части даже где-то агрегаторы стоят над государственными структурами. И вангую год-полтора, вот то время, которое сейчас, ужасное, хреновое для водителя такси, заработка практически нет. Вы повернетесь вот сюда назад, через полтора года, и скажете, мы еще жили-то совсем неплохо. Водитель такси, его заработная плата к 23-му году, вот, в 23-м году. Уже в 23-м году вы не будете зарабатывать, вот, общим накатом за 12 часов более 5000 рублей. Отсюда вы будете вычитать аренду автомобиля, там, проценты, которые еще вырастут. Проценты, они дойдут, аппетиты агрегатора дойдут до 40%. Это еще нас ждет. И что останется, посчитайте сами. Вот, средняя статистическая заработная плата водителя такси при рабочем графике 12 часов, она ни при каком раскладе не превысит даже 40 тысяч рублей уже в ближайшие, там, полтора года. Бизнес-класс, не бизнес. Будет полностью, вот, ровная цифра, и она будет еще ниже. Как-то так, друзья, точка невозврата пройдена, и совет всем, получайте профессию. Благо, сейчас есть в интернете специальные сервисы, которые позволяют, даже запущенные там на многих платформах, государственные программы. Получайте какую-то цифровую профессию. Какая больше нравится. И постарайтесь смотреть туда. Потому что такси уже в самое ближайшее время можно будет рассматривать как подработку, причем не самой удачной. Вот такая грустная нота. Всем добра, счастья, удачи. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Там мы публикуем вот самые горячие новости. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok